Слышу голос из прекрасного далёка, голос утренний в серебряной рассе. Татьяна Мар. Сад под Рязани. Я же не просто... Вы смотрите, я же, когда вам показываю публикацию, я же не скрываю, что здесь надо 7 раз обрезать, 7 раз опрыскать. Я же этого не скрываю, а в свою пользу тоже нашёл. Смотрите, я начал этот рецент от моего имени, значит, переделывать фильмы в стадии. Кстати, вам рекомендую этим заняться и заводить свои каналы. И всё, чем угодно, можете пользоваться. Всё, что у меня есть. И вот он берёт и раз, получается, короткая, небольшая статья. А они же реакция на мои статьи. Ну, как называется, комментарии. Сад под Рязани. Три года обрезки. Это я выделил. Обработки. Сжигание манилиозных ветвей не принесли результат. Это что, я писал? Пришлось уничтожить все вишни Владимировки. Это самое бедствие страшное. Соседи с этой заразой не боролись, а мы в одиночку не спали. Соседи умнее вас. Вот. Теперь будет ещё черешня и абрикос отстаивать. Бедная черешня. Вы же наверняка из прорезу вечера теперь отстаивать будете. Она же, речь-то шла не об обрезке, речь шла о борьбе с этими. Ну, то есть, частый случай. Коротенькая статейка. Я сто процентов уверен, что вишня она угробила обрезкой. Вот. Они очень хорошо держат сырость. И даже будучи корневошей, когда у них заглублена, она смертельна, но дольше живёт. Вот. Соседи не боролись. То есть, получается, ну что? Получается всё наоборот. Видите? Мало всего, что они боролись. А они считают так, что раз соседи не боролись, то им пришлось уничтожить вещь, и всё равно это. Надо было всем сжигать клетки, надо было всем обрабатывать, надо было всем резать. Ну и всё кончилось. Теперь соседи оказываются виноваты. Вот так. Замечательный кусочек я взял. То есть, эта реакция на мою статью. Осень пригодилась. Три года обрезки, обработки. Ради чего? Ясно, что они уничтожили вишня. Когда? Когда они полностью погибли. Так же? Живые это. Зачем уничтожать? Они резали, они резали, они резали. Потом лечили обрезанную. Едем бы руки, пальцы бы. Второй пальцы бы обрезать. Ага. Замотать культи. Вот. На следующий год. По локти. На следующий год по плечи обрезать. И всё здоровее станете. Вот видите как. Мне понравилось, что можете людям, заболевшим гриппом, заболеваниями. Вот. Видите как. Он молодец. Сравнил с людьми. И я сравнил с людьми. Теперь я пишу. В общем понятно, да? Три года калечило. Кто бы спорил? А? А феи? Ну они сюда не заходят. Они даже не знают, что они творят. А ой, Елена Савиниц. Без помощи науки не обойтись. Теперь. Что такое наука? А я написал третий будет. Слово третье. Я ещё в школе учился. Когда проходишь мимо гастронома в Норильске. Водка 287. У меня память избирательная. Вот. Я водку не пил, но это запомнил. Третьим будешь? Третьим будешь? Дальше идёшь. Второй гастроном. Третьим будешь? Третьим. Я ничего понятнее могу. Вот. Я потом только ещё школьникам в старшем классе. Потом узнал. Больше рубля у работяг на риске не было. Никогда. Но рубль, как тот пел. Я рубль заначал и похмельимся, как Высоцкий пел. Вот. И обязательно третьего надо было, чтобы потом. Третий рубль 2.87 на 13 копеек в середках. И это самое. И все трое счастливы. Вот. Выкручивались. Так вот, Ирина Александровна, после этого юмористического моего спича. Третий будете? А? Теперь смотрите дальше. Я надеюсь, будете. Дело в том, что понятие науки здесь другое. Когда-нибудь, если придёте к власти, или меня услышат, когда-нибудь выделят целый институт, будут садить с одного дерева. Вот как у меня. Помните, я вам показывал? Три полные банки трёхлитровые. Косточек вишни. Вот. Всё это рассаживаются. Рядами, 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 рядами. Всё это деляны. Но деляны хитрые. Там будет так. Выросли и сажаются. Пусть половина. Допустим, посадили. Это институт. У них хватит для этого терпения. Моё, это... Лена, если вы станете этим доктором науки, и вам понадобится уже... Если власть будет, тут власть нужна. Вот. Посадили 10 тысяч. 5 тысяч зашло. Ну, и вот теперь они растут на расстоянии, как помидоры. Много-много. Вся там несколько гектаров. А теперь смотрите. Подходите к первому. Так. Половину отрезали. Второму не отрезали. Третьему привили. Четвёртый не привили. Пятый выкопали. Посадили в новом месте, но не обрезали. Шестой перенесили на новое место. Заметьте, почему подряд. Чтобы у них были одинаковые условия. Чтобы они изначально были, как эти... Видите, целую программу рассказывают. Чтобы они изначально были, как эти самые... Ну, примерно, как эти... Как инкубаторские. То есть не то, что тут земля такая-там-такая. Опыт некорректный. А тут вот раз растёт. Второй в 30 сантиметрах растёт. Вот. Каждый пронумерован. Потом, значит, второй год. Продолжаем. А уже много экспериментов. Делаем со штамбом. То есть просто. Даже не со штамбом. А, да, со штамбом. То есть выбираем самые чаще встречающиеся. Штамб должен быть 60-80 сантиметров. Чаще всего встречается. Значит, ниже однолетняя сажница. Все почки уничтожили. Это лучший вариант. Второй вариант. Ещё год растёт. Это всё несколько лет надо. Они уже с боковыми ветками. Часть сада ещё. Уже в жертву приносится. Годовалая. Вот так. Тих-тих. Вся подвесла. Третий вариант. Всё-таки калечим, но оставляем по железу. Это просто как вариант. Это тоже не надо делать. Оставляем, чтобы были вот такие, как пальцы. Отростки, чтобы не было. Вот тут страшные раны на кольцо. Потому что этот отросток, он играет роль. Замазывает, он играет роль пробки. Это тоже никто не знает. Вот. И штамм меньше попадает мороз. И ещё десяток примеров. Потом, которые покрылись грибами. Не трогает. Годы идут. Это надо. Да, три года я поменьшил. Лет пять надо. Вот так. Вот. Ещё часть сада. Чёрный пар. Ещё часть сада. Я же говорю много. Пять тысяч. Может быть, десять тысяч. Двадцать. Но один раз и навсегда. Здесь только косить. Вот. Здесь, чтобы чёрный пар и каждый год перекапывать. Здесь капельный полив, который я считаю, что он неправильный. Здесь дождевание. Здесь, как это самое, оканчено. У черешни, мол, пять-восемь веток в одном ярусе. Оставляем три. Я уже сколько про это возмущался, да? Ужас какой-то. Вот. И, в общем, все варианты, все. Но так, чтобы и те было не меньше пятьсот. И этих не меньше пятьсот. И третий вариант. И восьмой вариант. Всё, что мне в голову сбредёт, я могу программу подготовить. Вот. Да, фактически, достаточно пересмотреть вебинары. Вот. И раз и навсегда. Что ни один, ни два. А то здорово, вот тот, который... А потом, ура! Искалеченный-то заплодоносил. А не искалеченный-то. Ещё вот пропустил. Ну, тогда ещё время надо. Но когда-то... Лена Александровна. Вы для меня, дочка, вы молодая. Вот. Я, можно сказать, завещаю, заповедую. Всё, что я знаю, ни в одном книге, ни в одном учебнике. Всё, что я говорю, нет. Вот. Тем более, что за этим будущее стоит. Вот. Вот это я хотел сказать. Сейчас.